Кирилл, на ваш взгляд, курс военной журналистики должен быть в программе? Ну, мне кажется, все зависит от того, в какой стране это происходит, и какие программы, и какие университеты там существуют. На прошлой неделе всех очень порадовало, всех причастных, очень порадовала новость о том, что высшая школа экономики заключила стратегическое партнерство с Луганской Народной Республикой. На этом фоне курс военной журналистики в МГУ выглядит как симметричный ответ. Мне кажется, ведущие университеты России, они теперь будут, они раньше конкурировали за самых лучших студентов и преподавателей, в том числе на мировом рынке, за самые хорошие научные статьи. Теперь они будут конкурировать между собой за такой самый оголтелый патриотизм и оправдание войны, где патриотизм понимается в совершенно извращенном, извращенном смысле слова. И, наверное, даже, знаете, рассуждая цинично, раз уж другой журналистики в России больше быть не может, то, наверное, действительно все выпускники или там большая часть выпускников журфаков должны у нас теперь перепрофилироваться в военкоров, поскольку Путин предложил для российских граждан, для Европы и для всего мира сценарий, ну, такой, в принципе, перманентной вечной войны, а которую кто-то должен обслуживать в разных видах. Можно при этом, знаете, как-то убеждать людей, что быть военкором на фронте это гораздо лучше, чем быть, собственно, на передовой, и что в этом есть большая социальная льгота. Если ты военкор, то тебя точно с автоматом никуда не отправят. Кирилл, к вам, как к главному редактору, наверняка обращаются студенты-журналисты. Вы понимаете, каким им представляется та реальность, в которой им придется работать в ближайшее время? Ну, вы знаете, мы немножко как-то разорвали эту связь с студентами, вот начиная с начала войны, потому что это очень опасно, в первую очередь, для студентов сотрудничать с независимыми медиа. Никто не знает, кого российские власти будут преследовать, на каких условиях и кому, в первую очередь, прилетит. Тут есть этическая проблема. Скажем, мы хотим объявить какую-то программу стажировки. В нормальной жизни мы это прекрасно сделали, как было на Эхе Москвы, как было в «Новой газете» в России. Сейчас, понятно, это очень такой сложный выбор. Мне представляется, что если говорить про реакцию молодых людей, в целом большинство старается каким-то образом адаптироваться. Наверное, самый к нашей реальности, самый правильный способ адаптации, самый нормальный способ адаптации, не могу сказать, что я его оправдываю, но понимая, почему люди делают именно так, это какие-то разновидности внутренней эмиграции, и когда ты живешь, стараешься жить свою жизнь так, как будто ничего специального не происходит. У тебя в конечном итоге другой жизни нету, и у большинства из нас нет другой страны, нет возможности куда-то перебраться, для того чтобы как-то на свежую голову оценить ситуацию. Поэтому люди стараются ходить на пары, люди стараются что-то узнавать, люди стараются думать о каких-то карьерных перспективах, и, наверное, большинство из студентов все еще хотят, студентов нашей специальности, таких медийщиков, они хотят держаться от такой войны и безумия, но все же подальше, хотя, безусловно, есть и антивоенно настроенные активисты среди них, и тех, кто войну готов оправдывать по идеологическим, либо по карьерным причинам, потому что на войне сейчас, наверное, можно заработать, как нам показывают некоторые представители пропаганды. Кирилл, на ваш взгляд, сейчас, если мы берем во внимание все эти условия, которые устраиваются для российских журналистов, вообще стоит поступать на журфак? Стоит получать это образование? Ну, я, к сожалению, вообще не думаю, что стоит поступать в какой-либо российский университет сейчас, не потому что там плохие преподаватели, или плохие программы есть, и хорошее то, и другое, но проблема в том, что высшему образованию в России в целом предложили такие, навязали такие правила игры, когда, ну, собственно говоря, никакого образования там не остается, там все больше становится пропаганды, такого духа казармы, знаете, запаха портянки, как было в худшие годы, наверное, Советского Союза, и понятно, что людям чаще всего некуда деваться, они должны где-то учиться, но в целом это, к сожалению, это такое, я всю эту ситуацию описываю как, ну, такое предательство студентов, по большому счету, я думаю, что те преподаватели, которые на новые правила игры в российском образовании соглашаются, те администрации, которые вместо того, чтобы там показательно хлопнуть дверью и уйти, те, кто готов нести военную пропаганду в стены университетов, они совершают именно предательство молодого поколения России, и это, я думаю, это будет очень такой, простите за христианский пафос, такой тяжкий грех на руках, в общем, и этих людей, и, наверное, всего старшего поколения, которое 20-летних ребят и 17-летних первокурсников в эту реальность отправило. Кирилл, как в целом вы оцениваете работу Института российской журналистики сегодня, учитывая, что большая часть журналистов работает не в России, но, тем не менее, остаются и те, кто продолжают работать внутри страны? Вы знаете, я выступал на прошлой неделе в Европейском парламенте по этой теме, и мой тезис был, что наряду с российской правозащитой независимая журналистика оказалась практически единственным жизнеспособным общественным институтом в Российской Федерации, что вот так символически было подчеркнуто двумя Нобелевскими премиями этого года и прошлого года, соответственно, Мемориалу и Муратову. Они живы в том отношении, что люди продолжают делать свою профессию вне зависимости от того, что происходит, не размениваются на какой-то контекст, не меняют редакционных политик, как мы с вами прекрасно знаем, испытывают очень серьезный профессиональный вызов, и при этом продолжают работать в совершенно новых условиях, как правило, в эмиграции. К сожалению, мне кажется, что наше влияние на российское общество сейчас продолжает снижаться. Мы, наверное, можем говорить, может быть, с 10-15% наших соотечественников. Это немного, в смысле, это не мало, потому что все равно это очень серьезное меньшинство, думающие и старающие искать альтернативную информацию, обеспокоенную тем, что будет со страной в будущем, не пытающимся игнорировать проблемы. Но, тем не менее, факт уже по итогам этого года, который мы скоро будем подводить, видно, что российская журналистика так или иначе выжила в совершенно чудовищных условиях. Те люди, которые пытаются быть честными журналистами внутри России, они совершенно такие люди, безусловно, есть. Они совершенно герои, они делают очень важную работу, они дают нам репортажи оттуда. И, к сожалению, мне кажется, как это было уже по опыту Белоруссии и других таких диктаторских, тоталитарных стран, именно у этих людей сейчас будет следующая волна проблем, когда власть устранила все институты, заставь выдавила их страны, и остались только отдельные люди, которые вот эту работу делают, за ними тоже, к сожалению, я думаю, будет объявлена охота. Кирилл, хочу перейти к кейсу Ксении Собчак. Эта ситуация, вы ее рассматриваете, как еще одно посягательство на свободу слова? Нет, я думаю, что случай Собчак другой. Собчак необычная журналистка. Конечно, она человек сложный и не бесталанный. Я очень поверхностно с ней лично когда-то был знаком во время ее президентской кампании, как редактора отдела политики «Новой газеты». Мне кажется, у нее было за что уважать в определенный момент ее деятельности. При этом ясно, что на мой взгляд случилось с ней сейчас и вообще с подобными людьми, может быть, их там несколько таких. Когда-то у них был такой дуэт с Красовским, теперь их так разбросало по свету специфическим образом, хотя у Красовского тоже проблемы по месту его основной занятости на арте, с другой стороны, с другого фланга. Что, на мой взгляд, случилось с Собчак? Она была таким атрибутом условной нормальной путинской России, где привилегированные люди, в том числе по признаку своего происхождения, относящегося к такой элите или номенклатуре, они могут себе позволить гораздо больше, чем прочие смертные, в том числе потому, что у них есть прямая связь, если не лично с Путиным, но то, по крайней мере, с человеком, который может передать ему трубку. И в течение многих лет это была такая взаимовыгрыша, выгодная игра. Власти иногда предлагали Собчак контракты, как в случае с президентской кампанией. Собчак иногда их критиковал, но чаще им помогало. И при этом она действительно иногда могла сказать что-то большее, чем просто кремлевская пропаганда. Мне представляется, что вот такое выдворение Собчак из страны, бегство из страны, это символ того, что скорее нормальный ход путинского режима, где были какие-то неписанные правила, они сломались в течение этих военных месяцев. Никаких правил больше не существует. Даже люди, очень хорошо подготовленные для жизни в путинской России, они вот теперь должны вот таким образом переходить пешую границу с Литвой, опасаясь за свое благополучие. Понятно, что у Собчак были всегда влиятельные недруги. И теперь, в общем, ситуация такова, что никто никому в России, даже Собчак, безопасность и профессиональную какую-то состоятельность, возможности для работы гарантировать больше не может. Россия сломалась, а Собчак это был такой, это была такая, ну, бенефициарка той России, которая существовала последние, последние несколько десятилетий. Кирилл, простите, спрошу прямо. В соцсетях спорят, Ксения Собчак это жертва или агент Кремля. На ваш взгляд, Ксения Собчак это кто в этой ситуации? Мне кажется, это ложная немного дихотомия. Она не жертва, она достаточно циничной, расчетливой, и в некоторых вопросах профессиональный человек, которая делала определенные ставки, ну, рисковала, да, и вот теперь выяснилось, что люди, которые могут ее водворять из страны, они оказались в этот момент времени сильнее. Не исключая, что она в какой-то момент времени сможет триумфально и показательно вернуться под какие-то личные гарантии от российского президента или его ближайшего окружения. В то же время я не думаю, что она напрямую агент Кремля, то есть что все ее действия целиком, знаете, диктуется с какой-то старой площади или с Лубянки. Очевидно, что у нее есть свои собственные, свои собственные интересы, и коммерческие, и какие-то даже, простите, экзистенциальные. Вот, при этом, безусловно, она могла быть участником явной или неявной для себя самой, скорее явно, каких-то схем, которые отчетливо исходили из Кремля. И президентская кампания 2018 года это подтверждает, мне кажется, наиболее явным случаем, предпримером, да, но это не единственный такой кейс на наших глазах, разворачивавшийся вокруг Собчак. Кирилл, во всей этой ситуации мы должны обращать внимание на фактор израильского паспорта, о котором Ксения Собчак говорила, что его нет, и о том, что теперь ее могут преследовать, и ей грозят какие-то штрафы за то, что она не сообщила об этом. Вы должны вообще обращать внимание на факт наличия этого паспорта? Ну, если, как бы, предполагать, что человека позорит факт наличия израильского паспорта, то, конечно, это не так, и мы на такие вещи не должны обращать внимания. Если мы поймали Собчак на лжи и увидели, что она пользуется привилегиями, доступными, там, богатым и знаменитым, да, и делает это достаточно откровенно в нынешней критической ситуации, ну, наверное, это тоже еще один факт, который складывается в общую мозаику. Я бы не стал это преувеличивать, это значение. У нас недавно был человек с израильским паспортом, да, который оказался под уголовным преследованием в России, это Леонид Гозман вместе со своей женой, кстати. У Собчак похожая история, только Собчак публично отрицала наличие второго гражданства, а Гозман этого никогда не делал. Но в целом, мне кажется, какое-то количество людей, имеющих возможность получить израильский паспорт, находится в такой же ситуации в России или теперь уже в эмиграции, как Собчак. Ее случай не уникален. Возвращаясь к вузам, хотят вести новую дисциплину, которая будет называться «Основой российской государственности». Это что такое? Это возвращение к советской системе образования? Это желание побудить какие-то чувства патриотизма в студентах? Как вы это оцениваете? Я думаю, что здесь основная вещь связана с некоторым страхом кремлевских чиновников и попыткой подстелить соломку. Может быть, не самым удачным образом, но вот тем, который им приходит в голову. Можно даже сказать, что это вторая составляющая, первая составляющая насилия, репрессии, штыки. А с другой стороны, вот такая попытка идеологического промывания мозгов. Чего и конкретно они могут бояться? Того, что общество все меньше понимает в целом, зачем они втянулись в эту войну, зачем они туда других людей отправили, и как можно в какой-то долгосрочной перспективе со всем этим жить. Они будут стараться всеми способами, не только пропагандой, которая, конечно, влиятельна, но все-таки ее значение ограничено, особенно для молодых людей. Они будут стараться людям объяснить, ежедневно объяснять, почему их качество жизни, уровень жизни падает, почему у них и у членов их семьи есть риск умереть на войне, почему Россия внезапно оказалась в кольце врагов, буквально уже, как Путин говорит, в общем, никаких у нас партнеров нет, а кругом нас в чем-то подозревают и ненавидят, по крайней мере, на Западе. Как это все случилось в 2022 году, да, и почему наши планы на жизнь, планы на жизнь молодых людей, в том числе, должны быть таким радикальным образом пересмотрены к худшему. Вот они пытаются это задним числом объяснить. Они сначала создали эту ситуацию, этот чудовищный кризис, трагедию, а теперь они должны людям объяснять, почему они так поступили. И проблема, мне кажется, здесь, она состоит из двух частей для них с этим курсом. Во-первых, им по большому счету нечего сказать. Когда источник Медузы это все пересказывал, то он сказал, что смысл этого курса будет заключаться в том, что, значит, Запад загнивает, а у нас большое будущее. Это абсолютно пустой тезис, это совсем не похоже на какую-то идеологию. С другой стороны, если мы сравниваем и с Ираном, к примеру, такой изолированной страны в современном мире и с Северной Кореей, и с Советским Союзом когда-то, там было какое-то подобие мировоззрения, в которую, по крайней мере, часть людей, наверное, действительно верила. Здесь вот этот очень простой тезис, в него можно верить, но он все равно абсолютно пуст. Просто по каким-то причинам у нас мы молодцы, а они все, значит, просто сдохнут. Из этого идеологии, мне кажется, не сделаешь, и никакой Дугин тут, условно говоря, не поможет. Вот. А вторая проблема здесь с этим курсом в том, что я, у меня самые печальные такие ожидания о том, кто этот курс сможет преподавать, скорее всего, это какие-то учителя общества знания, которых перебросить на идеологический фронт. Делать они это будут очень плохо. И это в третий раз Россия как государство наступает на одни и те же грабли. Был закон Божий, который закончился в 17-м году тем, что церкви начали жечь. Была история коммунистической партии, которая закончилась тем, что коммунистов вышвырнули, значит, из своих кабинетов к 91-му году. Теперь у нас вот некоторое такое путинолюбие, уроки путинолюбия, которые, видимо, приведут к тем же результатам в какой-то среднесрочной перспективе. Просто потому, что это будет очень плохо сделано. Субтитры создавал DimaTorzok